В День защитника Отечества губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и высшее командование Восточного военного округа возложили цветы к мемориалу Вечного огня на площади славы краевой столицы, настоящему символу боевых и трудовых подвигов жителей региона в годы Великой Отечественной войны. Память воинов участники торжественной церемонии почтили минутой молчания. 23 февраля праздник, олицетворяющий славу, доблесть вооруженных сил России и силовых структур, героический труд работников оборонной промышленности, ратные подвиги наших заслуженных ветеранов, неразрывную связь поколений и защитников Родины. В этот день мы поздравляем всех наших воинов, защитников, ветеранов, всех, кто работает, в том числе и в оборонно-промышленном комплексе. Вспоминаем тех, кто погиб и в годы Великой Отечественной войны, и в локальных конфликтах. Нам есть кем гордиться. У нас очень много героев и Великой Отечественной войны, и войны с милитаристской Японией, и в локальных конфликтах. Наши воины, дальневосточники себя проявили с наилучшей стороны. Как говорит наш президент, самое главное это укреплять сегодня армию, и этому внимание уделяется огромное государство. И наша здесь роль Хабаровского края одна из ключевых. На предприятиях региона производятся новые военные корабли, новые боевые самолеты, проводится ремонт разного вида техники, разрабатывается сейчас новая серия судов на воздушной подушке для нашего военно-морского флота, которые будут строиться на Хабаровском судостроительном заводе. Первое, кстати, мы ожидаем, партия будет готова в 25-м году, если все по графику пойдет. Поэтому я хочу поздравить всех наших военных, военнослужащих, всех защитников. Это, кстати, не только мужчины, у нас очень много женщин проходит службу в разных подразделениях нашей армии и органах госбезопасности и пожелать всем здоровья, веры и надежды и любви. Любовь к России и Хабаровскому краю – это то, что нас всех объединяет. Сейчас Хабаровский край – это оборонно-промышленный центр Дальевосточного федерального округа с огромным потенциалом для производства, ремонта и обслуживания современной военной техники. Так, для оснащения ВКС России на Комсомольском на Амуре авиационном заводе выпускаются самолеты Су-57 и Су-35С, а Амурский судостроительный завод является базой по строительству боевых кораблей для Тихоокеанского флота. В регионе также успешно работают единственные на Дальнем Востоке Амурский патронный завод «Вымпел» и Хабаровский радиотехнический завод, который специализируется на капремонте и сервисном обслуживании вооружения и военной техники противовоздушной обороны. Михаил Дегтярев выразил особую благодарность семьям военнослужащих и сотрудников силовых структур, пожелав им и самим виновникам торжества, бодрости духа и дальнейших успехов в служении Родины.